ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Сегодня в двух городах края официально стартовал отопительный сезон. Он начался в Барнауле и Заринске. Несмотря на прогноз погоды, до плюс 25 в ближайшие дни откладывать подачу тепла в крае не планируют. В Барнауле подключать дома будут постепенно на протяжении двух недель. В первую очередь тепло поступит в детские сады, школы и больницы. Напомним, теперь запуск отопления носит заявительный характер, и потому тепло могут дать раньше или позже назначенного срока, зависит от требований владельцев квартир. Накануне в Барнаульскую мэрию поступили десятки заявок от социальных учреждений. Среди них перинатальный центр ДАР, несколько детсадов и больниц. Отметим, в Рубцовске пуск тепла начался 17 сентября, а в Бийске отопление начнут подавать в конце этой недели. Тяжелая ситуация остается только в Камненобии. Из-за нехватки угля там действует режим ЧАЭС. Но в ближайшее время в город планируют направить дополнительные средства и создать в нем новое теплоснабжающее предприятие. Рубцовск станет первым городом в России, который перейдет на новую модель рынка тепловой энергии. Решение об использовании метода альтернативной котельной принято совместно властями края города и теплоснабжающей компании. Новый способ регулирования тарифов начнет применяться с 2019 года. Для него планируют обновить схему теплоснабжения города. К слову, СГК инвестировало в данный проект свыше полутора миллионов рублей. О том, ощутят ли на себе каким-то образом новый метод тарифообразования жителей Рубцовска, представители СГК дадут комментарии в ближайшее время. Сегодня в Барнауле пассажирский автобус насмерть сбил женщину. Инцидент произошел рано утром недалеко от пешеходного перехода. Ну, езжу такой. Она бегом бежала по тропинке. Ей красный горелся. Мед ребенок. 46-летняя горожанка от полученных травм скончалась мгновенно. По словам очевидцев, женщина переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора вблизи пешеходного перехода. Как утверждает водитель, все произошло настолько быстро, что он не успел затормозить. Сейчас на месте происшествия работают инспекторы ГИБДД. Они выясняют все обстоятельства случившегося. Проводится проверка. Материал будет передан в следственный отдел по дорожно-транспортным происшествиям. Следователь установит виновника дорожно-транспортного происшествия. Если водителя признают виновным, ему грозит лишение свободы и водительских прав. Инспекторы ГИБДД в очередной раз напоминают автовладельцам и пешеходам о соблюдении правил дорожного движения. Валентин Аскеров, Андрей Печоркин. Наши новости. А вот водители Бийска проезжают под кирпич, при этом, как они сами думают, правила не нарушают. Уже несколько дней в Наукограде для проезда закрыт довольно оживленный перекресток улицы Советская и Стахановская. Особо находчивые водители проезжают этот участок через соседние дворы. Чтобы остановить поток машин, здесь установили временный запрещающий знак «Кирпич». Но эта преграда очень легко отодвигается, а после проезда возвращается на место. На днях, чтобы действительно ограничить движение по жилой зоне, здесь дежурили сотрудники ГИБДД. Нарушители останавливали и штрафовали. Однако после того, как полицейские уехали, все вернулось на круги своя. Местным жителям, видимо, придется потерпеть ремонт на перекрестке. Чиновники Бийска обещают скоро завершить. В Крае продолжается уборочная кампания, но ее темпы, говорят эксперты, почти вдвое ниже прошлогодних. Между тем, на сегодня намолочено больше 2 миллионов тонн зерна. С миллиона 140 тысяч гектаров аграрии убрали зернобобовые культуры. Это 35% занимаемой ими площади. Пшеница обмолочена с почти 400 тысяч гектаров. Это 23% засеянных площадей. Получено 643 тысячи тонн зерна. Одновременно с этим хозяйства региона ведут уборку технических культур, масленичных и сахарной свеклы. В нескольких районах края сегодня начали работу ярмарки-вакансии. Встречи с потенциальными работодателями организуют местные центры занятости населения. Акции проходят в Бийске и Крутихинском районе. Наукоград готов представиться рабочими стакан-докторам, слесарям-электрикам, уборщикам и бухгалтерам. В Крутихинском районе требуются ветеринары, продавцы, бухгалтеры и медработники. Добавим, 20 сентября ярмарка вакансий пройдет в Кытмановском районе, где нужны работники на местных элеватор и в Центр спорта и творчества. Подробности можно узнать на официальном сайте Алтайского края. В завершении выпуска о погоде. Спонсор прогноза погоды. Компания «Эвалар». Если повышен холестерин и вы ищете замену вашему обычному лекарству, Атероклифит – натуральное лекарство для снижения холестерина. Атероклифит – фитотерапия от «Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. На большей территории края ясно и до плюс 14, на градус выше температура в Заминогорске – 17, выше ноля в Кулунде. В Барнауле днем плюс 14, солнечный ветер юго-восточный, умеренный. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722 440. Полная картина дня в вечернем выпуске. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok